У нас-то пошли 80-ки, а это моторно-трансферсионное изделение, оно тоже 200, когда его поднимают, нога сам висает, вот у нас солдатик одного придаёт, голова слитого, и за весом проводят, на самом деле не поставил, а куяк обратно, вот это новый оплот, ну то есть катки, на наших один, но это российские или украинские? Это котлятки, вот она, 164Б, у нас нет таких, у нас катки, так, один опорный каток, 172-ки у нас, ну как основной танк тактически, 180-ка, просто катки обрезинены, а у них, видите, блядь, как у немцев верхние, это только единственное, блядь, вот, ну как, блядь, в общем-то отличие, блядь. А пушка такая же, с 25-киллиметровой, если. Не подвезли, какой. А вот с той стороны осталось, это хуйня. А что там, блядь, а плот, блядь, вот, не снятые, блядь, там, видно, рванул они, блядь. А что, что, а не знаю, броничность, да? Ну это же да, это, она ведь, она, броня, с ней. А здесь, блядь, позыводик, вот, а не усиленная сделана. Раньше она, 64-ая, такого не было. Ну это просто листы броники, или она активно, она что, взрывается? Нет, это просто листы. Ну это они уже поприкнули, а по улице, блядь, пронили. Потому что мы, блядь, на 64-ой, здесь, давайте, демантов служу, мы наваривали листы, блядь, как-то, блядь, 10 сантиметров дополнительно, потому что считалось. А мы, блядь, пошли другим путем, блядь, в России, у нас сейчас идут композиционная броня, то есть, впереди лист, блядь, тут смысл в чем заключается, блядь, тут берешь гвоздь, блядь, и молотком можно забить, потому что первый лист, он вязкий, блядь. А композиционная броня, блядь, она заключается в том, что, блядь, есть какое-то сопротивление материала, да, когда, блядь, металлический сердечник бьет вольфрамовый, блядь, он сначала вязкая, блядь, потом, блядь, вообще легкая, потом еще сильнее, блядь, да, блядь, потом жесткий лист, блядь, и он в результате, блядь, внутри, блядь, у него напряженность, он просто рассыпается, блядь, на конца не заходит. Спасибо.